друзья всем огромный привет сегодня поработаем вот с такой старенькой лопатой нашел именно на пункте металлоприема но видимо кто-то выбросил пытались заварить но ничего не получилось и выкинули мы есть дадим вторую жизнь сделать не и хороший инструмент так что вам всем приятного просмотра поехали первым делом нанесу сейчас разметку опять же все на взгляд на вскидку все на свой взгляд старт здесь рессорная она очень упругая теперь нужно убрать эти все наплывы и потом дров в принципе ничего страшного тут нету пару дырочек который нужно немножко подварить а теперь хочу немножко сделать ее поровнее сейчас попробовать в этом месте нагреть так Продолжение следует... В общем, края немножко заточил, чтобы были поострее до середины где-то. Инструмент у нас почти готов, осталось теперь его покрасить. Перед покраской обязательно обезжириваю. Красенечко встряхнули и начинаем наносить. Вот как ложится, интересно, прям как серебро. В два-три слоя покрашу и будет все зашибись. Все, оставляем это сохнуть. Так как раз высыхает, быстренько сделаем ручку. Нашел вот такой вот череночек сломанный. Но отпилив, понял, что он еще живой и можно будет им воспользоваться. Вот так вот. Тут у меня сужение идет. По итогу вот так вот получилось. Ну, немножко чернота, конечно, присутствует. Она глубоко въелась уже. Ну и сейчас, как всегда, нанесу все это воском. Такой у меня воск есть интересный. Живая кора называется деревьев. Сейчас, чтобы лучше воск в древесину вошел, нагреем немножко горелочкой. Прям издалека. Стираем нас салфидочкой. Краска высохла. Ручка готова. Друзья, у нас с вами получилась вот такая вот самодельная лопатка. Которая можно удалять сорняки. Также, я думаю, по осени пригодится выкапать морковку, лук. Зачем корячиться большой лопатой, когда можно сделать такой лопатой? Ручка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пока-пока